Беларусь и Китай договорились о поставке и производстве медоборудования и фармсубстанции. Из Поднебесной в республику привезут новые аппараты МРТ и КТ. Для их бесперебойной работы будут организованы сервисные центры. Напомним, в рамках официального визита Александра Лукашенко был подписан большой пакет документов по развитию отношений в торговле, медицине, науке и безопасности. Заработал сайт по рассмотрению обращений граждан, желающих вернуться в Беларусь. Речь о тех, кто совершил правонарушение. На ресурсе размещена вся необходимая информация. Требования, порядок подачи и сроки изучения заявлений, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Есть возможность обратиться напрямую через электронную почту. В Беларуси на вторник объявлен жёлтый уровень опасности. На большей части страны ожидаются снегопады, на отдельных участках дорог гололедится. По юго-востоку – туман. Температура воздуха от минус 2 до плюс 4. МЧС призывает к осторожности. Погодные условия могут затруднить движение транспорта, увеличить вероятность возникновения аварий и риск травматизма. В канун 8 марта в Могилёвской области 23 женщины награждены Орденом Матери. На торжественном приёме поздравления принимали около 30 представительниц различных сфер и профессий. Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто воспитывает пятерых и более детей. Высокой наградой в регионе удостойны полторы тысячи прекрасных дам. Правоохранители предупреждают о появлении новой схемы мошенничества. Преступники начали действовать от имени сети магазинов Евроопт. Злоумышленники предлагают пройти соцопрос в мессенджерах и получить купонный товар или денежную сумму. Представители ритейлера акцентируют – подобные акции они не проводят.